Всем привет, друзья! Это, короче, с Влащенко, и сегодня немного поговорим на очень актуальную тему. Вы знаете, что 17 октября Киев был атакован буквально иранскими дронами-беспилотниками, и многим было бы просто интересно, что из себя представляют эти летательные аппараты, и я сегодня просто коротко это расскажу. Сегодняшние атаки в Киеве, это первая такая, вернее, наоборот, не первая попытка российской армии поразить цели с помощью дронов-камикадзе «Шахид-136» иранского производства. По данным украинских источников, Москва закупила у Тегерана 2400 летательных этих аппаратов, хотя, честно говоря, Иран отказывается категорически. Иранские министры, которые причастны к ВПК, говорят, что они не продают оружие ни одной стороне, но, тем не менее, анализ этих дронов, потому что многие из них были сбиты, говорит о том, что да, они все-таки иранские. «Шахид-136» такой современный, вот что он из себя представляет, это современный роевый беспилотник, разработанный иранской промышленностью. Это, собственно, их оружие. По своей сути, как говорят военные, это такой барражирующий боеприпас, предназначенный для нейтрализации наземных целей на расстоянии. При запуске несколько экземпляров, ожидающие в пусковой установке, в штабелях по 5 штук, по 8 штук, вот есть разные на эту тему сведения, разные по нескольку этих ракетоносителей, они расходуются во время атаки. Беспилотник был показан на одной из выставок в декабре 2021 года, по крайней мере, с тех пор мы о нем знаем. На сегодняшний день эти беспилотники, считается, в какой-то момент очень активно развертывались. Мы знаем, как они работали в районе Йимина, в тех районах, которые контролировались хуситами, там они применялись иранцами. И сегодня, как мы видим, они есть здесь, в Украине, и применяются россиянами во время войны. Что такое этот беспилотник? Самолет имеет широкоугольное треугольное крыло со стабилизирующими рулями на законцовках. Фюзеляж расположен по центру и плавно перетекает в элемент крыла. В носовой части находится боеголовка, а также необходимая оптика для точной атаки. Двигатель расположен в задней части фюзеляжа. Вот такая простая конструкция. И есть также воздушный винт по схеме толкатель, благодаря которому он летит, этот беспилотник. В чем его опасность? Он летает в достаточно низких высотах, от 60 метров до 4000 метров. Имеет скорость 180 км в час. То есть скорость небольшую, его можно фиксировать. Запускается самолет горизонтально, почти горизонтально, с небольшим углом вверх. И помогает на первом этапе полета с помощью взлета, с помощью ракеты. Ракета сбрасывает сразу после запуска, сбрасывается. И после чего вступает в действие собственный обычный двигатель дрона. Вот так запускаются эти дроны. Общая присущая пусковой установки и набора дронов в портативность позволяет установить весь блок в задней части практически любого военного или коммерческого грузовика. Что позволяет выполнять мобильные операции, типа BBG, запустили и уезжают. То есть они могут перемещаться и мешать встречным действиям. То есть фактически запустил и убежал, называется. Вот в этом их опасность. Есть в этой новой иранской конструкции, так сказать, и точность, и дальность определенная. Но благодаря именно тому, что этот летательный аппарат не с большой скоростью лезет, его можно достаточно легко фиксировать, сбивать. В этом нет проблем и сегодня. Мы это прекрасно знаем. Но другое дело, сегодня, когда был атакован Киев, многие писали, что там можно из ружья идти или из автоматов. Много было шуток на эту тему. Но тут, конечно, надо сказать, что все-таки вес у него 50 килограмм. И, ну, скажем, там не повсюду можно его сбивать, потому что все-таки внизу могут быть люди, внизу могут быть какие-то объекты, которые могут пострадать. Поэтому я бы сказала, что лучше предоставить это почетное право, сбивать русско-иранские дроны специалистам, людям-боенным, которые, собственно, учились для этого и знают, как это делать правильно, как это делать безопасно для населения. Поэтому, конечно, неприятная штука, но бороться с ней можно довольно легко. Но самое главное, знаете, многие писали, а что в Киеве делает иранское посольство? Ну, я бы сказала так, на самом деле, что да, пора бы уже вызывать иранского посла и спрашивать у него, а почему? Ну, и как вы знаете, вот эта история с иранскими дронами очень разбудила наших израильских партнеров и друзей. И один из министров израильских буквально несколько дней назад сказал, что если, коль пошли такие дела, если Иран дает свои беспилотники России, то, собственно говоря, и Израилю занимать сегодня израильскую нейтральную позицию относительно продажи оружия тоже, наверное, уже не стоит. Раз Иран на стороне России, то Израиль должен знать точно, на чьей он стороне. И нам нетрудно догадаться, на чьей стороне может быть Израиль в данном случае. Так что, дорогие мои, берегите себя, берегите своих близких, слышите воздушную тревогу, всегда укрытие. И самое главное, знаете, предупрежден, значит, вооружен. Я думаю, что наше ЗСУ, которому, конечно же, низкий поклон, точно знает, что делать не только с этими иранскими беспилотниками, а знает, что делать вообще с русской армией и как приближать победу. Так что, слава Украине! Увидимся!